На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары обсудили ряд актуальных вопросов. В числе ключевых – подготовка к содержанию улиц по зимнему регламенту. Согласно правилам благоустройства, на такое обслуживание автодорог и тротуаров переходят с 1 ноября. Однако всё будет зависеть от погодных условий, поясняют в профильном департаменте. Предприятия-подрядчики уже переоборудовали 70% машин. Часть всесезонной техники ещё не переоснастили, но сделают это при первой необходимости. Поручение всегда одно, чтобы город функционировал в период снегопадов, в зимний период, функционировал с точки зрения нормативов так, как он и должен функционировать всегда. Не было никаких сбоев в движении общественного транспорта, тротуары были чистыми, здоровье людей сохранялось в зимний период. Дороги, по которым следует общественный транспорт, в зимнее время будут очищать и обрабатывать и в дневное время. Колонны техники в составе автопоездов пойдут в сопровождении машин госавтоинспекции. Именно автопоезда, следуя уступам в кратчайший срок, способны расчистить дорожное полотно на максимальную ширину. На сложных участках дорог с подъёмами уже размещают бочки с песком или с песчано-соляной смесью. По городу установят порядка 80 ёмкостей, которые будут регулярно наполняться. Для того, чтобы уже сами водители могли подсыпать под колёса при необходимости тронуться транспортным средством. Чаще всего в период осадков происходит пробуксовка транспортных средств, особенно фор. К концу текущей недели, началу следующей синоптики спрогнозировали осадки в виде снега в ночные часы с небольшими заморозками, что повышает вероятность образования наледи на дорогах. К таким изменениям и обработке проезжих частей и тротуаров готовы. Порядка 7,5 тысяч тонн противогололёдных материалов запланировал приобрести профильный департамент, чтобы обеспечить обработку до конца 2024 года. А с января 2025-го подрядчики должны заботиться об этом сами в рамках контрактов. Отдельно будут рассмотрены вопросы дежурства тягачей. В период снегопадов на подъёмах у нас сейчас случается, что когда тяжёлая техника начинает скользить, для того, чтобы его вытаскивать, нужно нам применять тягачи. У нас в прошлые годы не применялось дежурство этой техники. Помимо этого, на совещании анонсировали планы относительно закупки 13 единиц снегоочистительной техники погрузчиков. Намерение согласовывается с профильным министерством. Рассматривается возможность приобретения спецтехники до конца текущего года или до конца января следующего года посредством субсидирования. Для повышения эффективности уборочных работ учли положительный прошлогодний опыт, связанный с установкой временных дорожных знаков, которые на определенных улицах и участках позволят ввести ограничения парковки в те или иные периоды времени – дни недели. При освобождении крайних правых полос создаются условия для беспрепятственной и оперативной расчистки и обработки проезжих частей до самых бортов. Владельцев автотранспорта, который будет припаркован с нарушениями, предупреждают. Перед уборочными работами такие автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку. Эту работу организуют во взаимодействии с Госавтоинспекцией и службой эвакуации. Еще одна тема совещания – переходный период, связанный со сменой регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области. Рассмотренные вопросы касались и скопления крупногабаритного мусора в контейнерных зонах. Его вывоз, по мнению руководства профильного городского департамента, должен быть организован чаще. Почеркнем, что смена регоператора направлена на то, чтобы ситуация стабилизировалась, контейнеры очищались от мусора своевременно и количество обращений горожан по этой проблеме было минимизировано. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События.